Я сегодня купила не импортную, а отеченную курочку. У неё вроде вид-то похуже, а пополезнее будет. Бульончик сейчас нужен для Вадика и белое мясо. Мне кажется, вы зря, ребята, так торопитесь. По-моему, там вообще не пускают с утра. Процедуры начинаются, обход врачебный. Мне кажется, посетителей пускают тут только после обеда. Мам, успокойся. Если надо будет, я до заглавного врача дойду. Ничего, пустят, никуда не денутся. Как это так? Не пускать жену в палату к раненому главному герою же? Витька, слушай, я хочу с Вадиком про своё, про личное поговорить. Так что, ну правда, ты там третий лишний будешь. А мне кажется, вот эти разговоры, они Вадику вредны. Ему плохо от них может стать. Мам, она его пилить опять будет, мам. Я не буду пилить, я буду склеивать. Я хочу попросить прощения. Ленгаля права, пускай она едет. А нам надо не опоздать на отпевание. Поддержать надо. Ну ладно. Вот я буду, слушай. Смотри. 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 Слушай, где ж ты раньше-то была? Ой, кофе тебе варила, белый господин. Знаешь что, вот прямо сейчас возьму и поеду к Серёге и всё ему расскажу. А я с тобой. Вот ты ещё наломаешь там дров. Человеку расскажешь всё сразу, он и обалдеет. Ну обалдеет-то, ладно. А вот если не поверит? А ты не ходи к нему, давай позвоним ему, давай позвоним ему, он к нам в агентство приедет. У нас просто там все дела в папку подшиты, и мы докажем ему всё как дважды два. Слушай, знаешь, хочу назначить тебя своим утренним советником. Да, правда, мне по утрам думается плохо. Будешь мне помогать. Хорошо? Надюш, а ты снизу возьми, там уже не такие горячие. А, так неинтересно. А с этим можно поиграть. Сейчас я тебя как съем. А, я испугался. Мам, а когда мы с дядей Фадиком в подвале играли, мне очень сильно хотелось саладышко. Ты нехороший. Ну ты кушай, кушай. Куснятина. Вот, а то мама говорила нам, Надюша, плохо есть. Надо её уговаривать, чтобы она кушала. А я так смотрю, что можно её уговаривать, чтобы она кушала поменьше. Иначе папе придется двери прорубать в квартире, чтобы нога могла пройти. Так, Надюш, давай тебе. А, у меня есть. Давай, давай, сверху. Ну-ка, давай за маму. А, молодец. Давай чаёк. Сейчас. Тань, ты меня прости, что я вот так, как снег на голову. Вот приехала Игоря проводить. А, молодец. А, молодец. Чужая ревность, как беда. А, молодец. А, молодец. А, молодец. Пусть, как беда. Пусть наши две судьбы, Пусть наши две судьбы, Лишь корабли в открытом небе, Где любви живут, а значит есть на свете. Я и ты. Я и ты. Даша. А, молодец. А, молодец. А, молодец. У тебя своих дел, наверное, полно. Я б тебя обеспокоить не стала. Прости. Просто я в Москве больше никого не знаю. Тетя Нюра сказала, езжай к Тане. Таня не выгонят. Правильно тетя Нюра сказала. Ты ее слушай. И ты молодец, что приехала. Таня. 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 А как все случилось, а? Я же ничего не знаю. Наня спасал. Господи. Ну за что мы это? Ты, ты поплачу. На самом деле говорят, что это... Говорят, что это помогает. Сейчас выходила на улицу. Такая тишина, такой покой. Как будто вообще на свете нет ни одного человека. И снег пошел, знаешь, такой медленный, тихий. Снег, снег, снег. Да. Олег любил смотреть, как снег падает. Да, другой раз приедет. Ночью, уставший. Берет лопату и разгребает все дорожки. Говорят, я, говорит, так лучше отдыхать. Он тогда даже не знал, с какой стороны его сердце-то. Сережка, он всю ночь температурил. Ты что, температура высокая? А, давай я сейчас пойду посмотрю. Не надо, я его только что еле уложила. А что ты доктора вызвала? Я, я сейчас вызову. Я на похороны поехать не смогу. Это ну как это? Ну как это? Мы поедем без тебя. Ну как это? Тебя не будет. Яночка, я останусь с Сережей, а ты давай, поезжай и проводи отца в последний путь. Не надо. Я хочу папу помнить живым. Пойдем. Миша, только не в лоб, постарайся как-нибудь помягче. А в чем проблема-то? Он все-таки не кисейная барышня, может и обойдется. Так ты же сама утром говорила. Ну что обалдеет, я помню. Ну ты просто не знаешь его, это он с виду такой невозмутимый. А так если прямо в лоб ему сказать о ребенке, он же бариновые шеи свернет. Ну это не сегодня. Олег Эдуардович хоронит. Поговорим с Сергеем, я сразу туда поеду. Проститься надо. Сколько все-таки Олегу Эдуардовичу пришлось пережить. Да, такое может все искупить. Нельзя умываться, нельзя переодеваться, даже спать нужно в одежде. Если не будешь плакать, получишь бочонок меда. Вот такой. Надюша, ты... Ты новый фломастер уже пробовала? Пробовала. Зубы можно поломать. И невкусно. Миша, а ты будешь рисовать? А что? Что? Правильно. Мы нарисуем всех. Да, Миша, привет. Здорово, не занят? Смотря для чего. Можешь приехать в агентство Артема Павловича? Зачем? Ну, ты же знаешь, мне было бы нужно, я бы тебя не звал. Разговоры есть о твоем сыне. Что-то случилось? Да ничего не случилось, сразу начинаешь психовать. Приезжай, поговорим. А это кто? А ты что, Сереженьку не узнаешь? А это кто? А ты что, Сереженьку не узнаешь? Что? А Вадик где? Увезли. Куда его увезли? А я знаю куда. Надо было, вот и увезли. Мне за ними следить некогда. У меня своей работы хватает. Буду я тут за ними следить. Когда это случилось? А я не знаю. Пришла на смену, говорят, постель поменять. Вот меняю. Моё дело маленькое. Моё дело маленькое. Ну давай, только тебя ждём. Иди, одевайся. Ёлки, ну чё ты копаешься-то? Давай быстрей. Мам, мы уже готовы. Так, Сокольки пока ждём. Димку расскажите-ка, чего вчера так долго задержались? Что случилось там? Томочка, мы же спешили. А поспешишь, людей насмешиваешь. Да. Сначала бензононасос вырубился, потом вообще всё накрылось. Свет не горит, ничего не фурвичит. Представляешь, стоим посреди дороги в темноте полной, непонятно где, понимаешь, куда идти. И главное, ни одной машины, ни туда, ни обратно, понимаешь? Ну, пришлось бросить железного коня и из кавалерии перейти в пехоту, так сказать. Да. Ну вот. А что делать? Ну что делать-то? Наша помощь нам нужна была, мы и пошли, как эти, где бегом, где пешком, пробираемся. Через кусты там. А потом видим, кто-то как бы прячется, да. Присмотрелся Ремешков. Точно. Норку себе роет, мам, представляешь? Нормально, да? Мы за ним, он от нас. Ну? Километра три бежали. Мы догнали его, догнали, обезвредили, скрутили. Правда, это было нелегко. Он сопротивлялся, знаешь, как, мам? Пришлось применить грубую физическую силу, но мы с Виктором поцарапали сегодня. Его обезвредили. Да. Смогли. То есть его. Что-то вы темните, поехали, а то опоздаемся. Мы о том расскажете. Подожди. На обед что-то. Согреться все не могу. Давай я горяченького тебе подалю. Спасибо. Девчонки, я вас оставлю недодолго. Миша звонил, она там какое-то важное дело. Просил приехать. Надюшка там рисует. Ничего, если я вас оставлю одних? Да мы не одни. Правда? У нас трое, и Нина скоро подъедет. Не усидит дома. Я имел ввиду. Я поняла, я догадалась. Если что, мы тут же вызовем милицию. Не беспокойтесь, хорошо? Хорошо. За нас переживает, пока... Пока еще убийцы Игоря не осуждены. Что угодно можно ожидать. Ну, ничего. Недолго им осталось на свободе ходить. Ты знаешь, я ведь... Я... Я Игоря по-настоящему только недавно узнала. Я его видеть не могла. Меня от него трясло. А потом он тебя встретил, настоящую любовь. Изменился очень сильно. Оказывается, человек очень хороший. Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, я бы не поверила никогда. Вот, все равно мы должны только хорошее помнить. Потому что... Потому что... Ты знаешь, он не чуть жизнь не погубил, а... Погиб Надюшку спасай. Тихо. Все? Вадик, прости меня, мой хороший. Прости меня, мой родной. Прости. Прости меня, дура. Я... Я тебя больше жизни люблю. Я не хочу жить без тебя. Ты мой самый дорогой человек. Я люблю тебя, мой сынушка. Привет. Вадик. Сереженька, много мы вещей с тобой брать не будем. Зачем нам с тобой лишнее барахло, правда? Так, в чемодан мы сложили все с тобой наши вещи. А в маленький все самое необходимое. Радость моя, мы ведь с тобой теперь леглицы, правда? Нам теперь лишнее с тобой ничему. А если что-то понадобится, мы с тобой купим обязательно. У нас же теперь денежки есть, да? Радость моя. Радость моя. Такой дом, говорил, построю, чтобы нам и нашим детям там хорошо было. А я все смеялась, спрашивала, что много детей хочешь. А он говорил, трое. Или больше, если получится. Знаешь, он ведь не хотел в Москву ехать. Это все я. Гнала его, ещай, ещай. А в милиции сказали, когда его хоронить можно будет? Нет. Пока ничего не известно. А все хлопоты по поводу похорон Рыбкина на себя взяли. Надо тете Тамаре позвонить. Ты позвонишь. Обязательно позвонишь. Главное... Главное сейчас лечь и немножко отдохнуть. А потом позвонишь. Нельзя так. Нельзя на одних нервах держаться. Хорошо? Да. Прилягу, правда. Мне еще силы нужны. Здрасте. Добрый день. Артем Павлович. Миша. Ну, Мишка, если ты меня из-за какой-то глупости вытащил... Подожди, Миша, ты сказал, что новость хорошая, что-то по вашим лицам этого не видно. Ладно. Давайте я начну, раз у нас мужчины такие смелые. Сереж, ты только не волнуйся и речь о твоем малыше. Миша, давай лучше ты. Нет, ты правда не волнуйся, новость хорошая. Вот здесь немного. Прочитай и ты поймешь. Значит, он... Не может быть. Говорю, 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 как об стенку горох. Не дает работать и все тут. Может быть, все-таки поможете человека в чувство привести? Ты не умеешь этим заниматься? Все в порядке. Просто обыкновенный обморок. А что случилось? Я ж говорю, не дают... Я вас не спрашиваю. Что, пришел с перевязки, она увидела и... Вот. Валя... Галя, лежи. Лежи, 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 лежи. Лежи, 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 лежи. Галя, я тебя тоже очень... Галя, ты знаешь, кого зазря оплакивают, тот будет жить очень-очень долго. Так что мужайся. Ты еще со мной намучаешься. Ну, как прошло? Да как? Не то, чтобы весело. Дмитрий! Ничего себе, уже не Димка, а Дмитрий. Так и до Дмитрия Николаевича, может, дорасту. Угу. Вень, все прошло на высшем уровне. Очень пышные похороны. Один гроб чего стоит? Я думаю, какое-то очень редкое дерево, дорогое. Да. Или орех, или вот... Кедр. Палисандр. 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 Может быть, может быть, какой-то полированный весь. А цветов, венков очень много. А народу много было? Ты знаешь, вень много, очень много. Мы даже решили не ехать на поминки, и без нас хватает. Главное помянуть, а где и с кем, неважно. Ну так, ребят, вроде как и все, да? Поставь, пожалуйста, стаканчик с водкой и требушек. Да-да-да, сейчас. Да, ой, достаточно. Ну что, помянем Олега Эдуардовича? Пусть земля ему будет пухом. Давайте. Всем добрый день. Кое-как с работы вырвалась. А домашние как, держались, нет? Ну что хочешь, такое горе. Что, сильно плакали? Ну, Яна просто вся в слезах была. Тусь молчала, но аж черная вся стала. Да, зато дочка, его дорогая золотая, отличилась, даже на отпевание не пришла. А ты не осуждай, может быть приболела, может с ребеночком чего, знаешь, мало ли что. Хотя, когда я подошла к ним, ну, посочувствовала там и спрашиваю, а где Таня-то? А они так поморщились, как будто лимон проглотили, ну и разговор на что-то перевели, не знаю. Да. Яна такая молодая, уже вдова. А Туся такое впечатление, будто не понимает, куда попала, что происходит. Ну, а что ты хочешь, полжизни на них потратила. Да. Только родних и жила. Вот уже и женщина такая, взрослая все, Туся, Туся, Туся. Ну, ладно. Давайте помянем. Да. Как говорится, все там будем. Никому на земле не дано знать свой свок. Я не знаю, хорошо это или плохо. Да, это не главное. А что главное, Вася? Не знаю, Туночка. Я про себя могу сказать. Вот, когда вы соберетесь, вот так точно, по моему поводу. Ну, все, ладно, ладно. Ну, я же не говорю, что это должно произойти завтра, но когда-нибудь это произойдет, правда? Ну. Вот мне бы хотелось, вот, мне лично, хотелось, чтобы ни у кого на меня не было обид. И не потому, что об ушедших плохо не говорят, а вот на самом деле. О, да, это уж вряд ли. Знаешь, как говорится, отпусти, грехи вольные и невольные. Да. Ну, я не знаю, как с этим делом было у Олега Эдуардовича, но пусть земля ему будет пухом, а он спит спокойно. Тетя Даша, а как вас еще зовут? В каком смысле? Ну, вот я Надя, а в тетрадке написано, что я Надежда. Понятно. Полное имя Дарья. А почему у вас такое грустное лицо? У мамы тоже такое было, когда у меня умер братик. Она плакала, не верила. А потом перестала плакать, поверила. Но все равно у нее было лицо грустное. Наверное, она скучала по братику. То есть это мой братик, а маме он сыночек. Лучше, чтобы никто не умирал. Ни бабушка Вера, ни братик, ни дядя Игорь. Подожди. Подожди, Надюша, а разве мама ничего не знает? И чего это интересно, я не знаю. Тань, тебе что, Игорь ничего не говорил? Ну, мне много чего говорил. Да нет, сейчас, когда приехал. Нет. Не успел. Он позвонил Сергею, они договорились встретиться в кафе у Рыбкиных. Он приехал. Встретиться не довелось. Так он не успел. А какой смысл? Ну, я-то не знаю, что. Главное, чтобы запомнили. Не поеду. Что, Венчик? Я про Наташу хочу спросить. Вы говорили, что она не плакала. Да лучше плакала и кричала. Она все в себе держит, понимаешь, а ее изнутри ей печет. Это же сердце надорвать можно. Да. А может, у нее с этим мужчиной были какие-то особые отношения? Может, она любила его? Ну, и так вот горюет. А что говоришь-то? Веня, с ума сошел? У Тоси всю жизнь не было никого. Ни семьи, ни детей. Она всегда жила одна. А может, человек быть совершенно один? Поэтому она привязалась к ним. Она же там всем была. Весь дом на нем. Домоработница, кухарка, нянька. Ну, как же не стыдно тебе так говорить и думать, а? Стыдно. Стыдно, но я же ведь… Как говорится, старая любовь не живет. Ну, я понимаю теперь, почему ты к Самарам не поехал. Вот что тебя тут держит, вот что. А говорил, родину не покинул. Да я о родине вообще никогда не говорю. Я не знаю сам, что это такое. Родина – это что-то, ну, не знаю, что-то огромное. То ли улица, то ли… Или маленькая. Семья, дом… А и то, и другое, и третье, Веня. Вот я когда служил? И чего бывало? Смотрю вниз на нашу землю. И, веришь, Веня, распирает от гордости. Моя Россия, моя земля, понимаешь? И конца края ей нету. Я понимаю, это в общем смысле, а я… Нет. Я хочу про себя сказать. Я как-то попал в переделку, но думал, все, в конце отдам. Ну, как говорится, знаете, вся жизнь перед глазами. Ну, вот. Ну, что мы о плохом. Да. Мы помянули Олега Ильича. Надо продолжать жить. Молодец. Веня. Люди… 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 Вот от чего сердце нельзя оторвать. А насчет туси… Наташи… Знаете, я сам на себя со стороны смотрю, что ты… Ну, что ты людей смешишь, старый дурак. Любовь у него. А вот… Вот сделать с собой я… чего не могу. Ну, чего ты сидишь? Ну, звони Тане. Сережа, она очень обрадуется. Извини, Алена, я не могу сказать этого всего Тане. Пока не проверю. Я должен поговорить с Бариновой. А смысл? Она до сих пор молчала, а теперь все расскажет? Да, Баринова могла давно это сделать, она еще отцу обещала. Это точно? Ну, да, мы с папой были у него, когда он только пришел в себя. Он попросил нас молчать, сказал, что с дочерью поговорит. А дочь уговорила его ничего не говорить Тане, мол, она сама все расскажет, когда с духом соберется. До сих пор собирается. Отец был жив, а она молчала. Почему она сейчас все это расскажет? Да она всеми силами постарается ребенка у себя оставить. Не будет этого. Записали? Киев, Мюнхен, Петербург. На какое число билеты? Я же сказала, все билеты на завтра. Простите, это не розыгрыш? Как это один человек может в один и тот же день почти в одно и то же время вылететь в три разных города? Послушайте, ваша задача принять и выполнить заказ. Так что действуйте. Что, малыш, ты уже удивляешься, зачем твоей маме столько билетов в разные города, а? Твоя мамочка очень хитрая и очень умная. Да. Нас с тобой никто никогда не выследит. Тем более, что у твоей мамочки есть еще один билетик, про который никто никогда не узнает, понимаешь? Никто. Сегодня мы с тобой переночивем в одном укромном месте, а завтра скроемся. Нас с тобой никто никогда не найдет, понимаешь? Никто никогда не найдет. Даша, давай сначала. Игорь получил результаты анализа. И там было написано, что ребенок не его. Ну, все правильно, значит, отец Сергей. Да нет, в том-то и дело, что нет. Господи, да это не самое важное, Тань. Там было написано, что ты не можешь быть матерью этого ребенка. Даша, послушай меня внимательно. Этого просто не может быть, понимаешь? Это какая-то ошибка. Да не может здесь быть никакой ошибки. Игорь лично брал материалы для тестов у этого ребенка, и ваши материалы он из рук не выпускал. Слушай, я ничего не понимаю. Вот веришь, вообще не понимаю ничего. Игорь так и торопился, потому что хотел тебе рассказать побыстрее. Быстрее. Таня, ребенок, который умер, не твой. Так, все, я побежала. Ну, все, пора, потому что я всего на пару часов отпросилась. Ну, давай. Ты меня не проводишь разве? Ну, а что, дорогу не знаешь, что ли? Димочка, ну, ты что, молю? Чтобы она без меня делала. Давай, давай. Я, кстати, тоже пойду. Зайду за Аней на работу, у нас тоже дела с ней. Какие дела? Мам, ну, не при всех же дела. Дела государственной важности, все. Василий Иванович? За старшего. Все разбрелись. Одни мы с тобой засиделись. Ну, так пойдем тогда. До дому, до хаты. Подожди, Томыч. Я хочу сознаться. Ну, не хочу я. Не хочу я вранья между нами допустить. Что такое? Что случилось, Вась? Да нет, нет, ты не думай, нет. Просто... Мы тогда с Виктором в поселок не попали. Потому что элементарно заблудились. Ну... И не в тайге, а в подмосковных трехсоснах. И Ремешкова мы не в бою захватили. Он, когда сбежал из подвала, сам на мою машину наткнулся. Покопался что-то там под капотом. Починил. Ну, видно, хотел бы на ней скрыться. А тут мы с Виктором. Нам оставалось только спеленать его и доставить Боре Костенко. Ну, надо сказать, что Боря Ремешков очень кстати пришелся. Да, Вась, не ожидала. Ну, вот, Витя, упал я в твоих глазах. Ну, я не хотел тебе врать, понимаешь? Ты не ври мне, Вась, никогда. Тома. Слушай, жалко ты не видел одного фильма, не помню название. Там один умный человек сказал, мы любим не тех, кем восхищаемся. Думай, думай. Мы восхищаемся теми, кого любим. Ну, ты пойми, пойми, пойми. Томочка, правильно ли я понял? Да я уж не знаю, как ты понял там. Ну, все, давай пойдем. У нас все-таки не свадьба, чтобы два дня за столом сидеть. Минуточку. Минуточку. Ну, ладно. Минуточку. Вот, Сереженька, скажи спасибо своей бабушке Яне за то, что она такая заботливая и держит все драгоценности в одном месте, и что у нее такой замечательный вкус, и здесь ни одной дешевки нет. Это нам с тобой хватит. Очень надолго. А это, это тебе от Туси подарок, денежки. Ты знаешь, я их не считала, но мне кажется, что здесь целый килограмм. Это нам с тобой на первое время. Ну что? А что ты на меня так смотришь? Ты думаешь, твоя мама воровка? Нет, она не воровка. Ну, я их по-хорошему, понимаешь, по-хорошему просила отдать мне мою долю, но они же не захотели. Ну ничего, может быть, мы еще помиримся и с бабушкой Яной, и с Тусей, если, конечно, встретимся когда-нибудь, и пока нам нужно бежать. Бежать, радость моя, бежать, понимаешь? От одной очень злой тетеньки. Ну, ну что ты? Ты к маме на ручки хочешь, да? Ну, пошли. Все у нас с тобой будет хорошо. Будет очень хорошо, понимаешь? Твоя мамочка тебя никому не отдаст, никому. У нас теперь есть и наследство, и преданное, и все, что мы с тобой захотим, понимаешь? Да. Все, что мы с тобой захотим. Да. Ну, глядеться не могу. Ой, слушай, я забыла совсем. Там же мамулечка что-то такого насобирала тебе вкусненького-вкусненького. О. Галь, ну, когда ты рядом, зачем? Нет. А чего там вкусненького? Младенький. Ой, ты мой рад. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Всего одну минуту. Ну. Я хочу все прояснить до конца. Постойте. Вася, Вась, ну подожди, ну ты представь, этот кошмар. Вот мы сейчас, как ты говоришь, все до конца выясним, да? А что делать-то будет дальше? Ты пойми. Вот, представь, все ясно, все понятно. Ну. У нас это не ссориться, не мириться-то повода не будет. Смеешься? Я? Да? Правильно. Правильно, я это заслужу. Да седой ты, потому что я еще совсем мальчик. Ну, чего ты все выясняешь? За что тебя любят? Да почему? Да любят ли? Да еще табличку составь, как это, в миллионере у Галкина. За что вы любите полковника? А. Умница. Б. Красавец. В. Герой. Г. Рубаха-парень. Но выбрать только одно. Что бы ты выбрал? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. И какое ты имеешь значение? А, и не надо знать. Я нужна тебе, ты нужна. Ну, чего нам еще нужно, а? Ничего. Люди, мало этого, что ли, я не понимаю. Нет. Меня не мало. Понимало. Я даже не знаю, куда мне столько счастья девать. Ну, это урон ты мне сейчас. Это урон. Я должен как-то прекратить эти военные действия. Какой стиль. Малочка. Ой, сейчас, сейчас, малыш, потерпи немного. Сейчас мы с тобой оденемся, выведем. Выйдем отсюда. И скоро, скоро будем далеко-далеко. Там, где нас с тобой никто никогда не найдет. Нет, нет. Ты не беспокойся. Мы ни с кем с тобой говорить не будем. Да, раньше надо было думать, звонить, беспокоиться. И сейчас нам с тобой, сейчас никто не нужен. Пошли они все к черту. Ажиев. 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 Даша, Даша, где он? Где он может быть? Даша, Даша, где? Жив. Жив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok